Боже, будь милостив ко мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину блажить эти Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувиму, славнейшую его истину Серафим. Без истления Бога, Слова, рожешую истущую, Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и вовеки веков, ами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоя Матери, силы честного, животворящего Креста, святых ангелов, наших хранителей, всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благослови, и человека любит самим. Боже, будь милостив ко мне, грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Без счастлива согрешил, Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти мне грешного, яко не коли же благое сотворих пред Тобою. Но избави меня от лукавы, да будет мне воля Твоя. Да неосужденно отверзу уста мой недостойного, свалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Царю Небесной, утешителю души истины, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселися вны, и очисти мне от всяких скверны, и спаси блажь и души наши. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, ижеиси на небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняком нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки. Аминь. Оставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песню, пеемте сильной. Свят, 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 если Божий, Богородицею помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодраясь к нам, возвик, мяйся, Господи, умой просвети сердцею. Снемо и отверзивая, ежепетите, святая Троица, свят, 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 если Божия, Богородицею помилуй нас. И ныне, и присно, и вовеки, и веков, аминь. Внезапно судья приидет, и каего же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 если Божия, Богородицею помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица. Эко многерая Твоя благость и долготерпение не прогневался на меня ленивый и грешного, не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбствовал, если обычно, и в нечаянии лежащего воздвиг миссии. Воежеутриньте, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста, поучайтесь о слове всем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедрании сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков, аминь. Придите поклонимся Цареве нашему Богу, придите поклонимся Христу Царю и Богу нашему, придите поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу Царю и Богу нашему. 115 Псалом Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен, я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь, что воздам Господу за все благодеяния у ко мне, чашу спасения приему и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Дорогая в очах Господних, смерть святых его, о Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твои, ты разрешу узы мои. Тебе я принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу перед всем народом его. Во дворах дома Господне посреди Тебя Иерусалим. Аллилуйя. 116 Псалом Хвалите Господа все народы, прославляйте его все племена, ибо велика милость его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя. 117 Псалом Славьте Господа, ибо он благ, ибо в век милость его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо в век милость его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо в век милость его. Да скажет ныне боящийся Господа, ибо в век милость его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделать мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господнем я не зложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в тернии. Именем Господнем я не зложил их. Сильно толкнули меня, чтобы я упал Но Господь поддержал меня Господь, сила моя и песть Он соделался в моем спасении Глаз радости и спасения в жилищах праведников Десница Господня творит силу Десница Господня высока Десница Господня творит силу Не умру, но буду жить И возвещать дела Господни Строго наказал меня Господь Но смерти не предал меня Отвратите мне врата правды Войду в них, прославлю Господа Вот врата Господа, праведные войдут в них Славлю Тебя, что Ты услышал меня И соделался в моем спасении Камень, который отвергли строители Соделался главой угла Это от Господа И есть дивно в очах наших Всей день сотворил Господь Возрадуемся и возвеселимся вонной О Господи, спаси же О Господи, спас пешествуй же Благословен грядущий во имя Господне Благословляем вас из дома Господне Бог, Господь, я сиял нас Вяжите верами жертву Ведите к рогам жертвенника Ты, Бог мой, буду славить Тебе Ты, Бог мой, буду превозносить Тебе Славьте Господа, ибо Он благ, ибо ввид милость Его Слава Отцу и, Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков Аминь Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Тебе, Боже Господи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне, и пресно, и во веки веков Аминь Многомилостивый и всемилостивый Божий мой Господь Иисус Христос По великой любви Ты сошел и воплотився, чтобы спасти всех И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью даром, но скорее долгом Истинно так, богатое сострадание и неизречено в милости Ибо Ты сказал, о Христос мой Верующий в меня будет жить и не увидит смерти во веки Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду То вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель Да вместо же мне вера вместо дел, Боже мой Ибо не найдешь никакие дела правдующих меня Но вместо всех дел, да будет довольна верой моей Пусть Он отвечает, пусть Он оправдает меня Пусть Он осадил меня участником славы Твоей вечной Да не похитит же меня сатана И да не похвалится тем, что отторг мне Твоей Слово Божие руки и защиты Но хочу ли, или не хочу Спаси меня, Христос Спаситель мой Скорее приди ко мне на помощь Поспеши, я погибаю Ты, Бог мой, очарил матери моей Всподоби меня, Господи Ныне возлюбить Тебя Как я возлюбил некогда тот самый грех И вновь послужить Тебе без ленности Как я прежде работал на сатану-брестителя Буду же прежде всего служить Тебе Господу и Богу моему, Иисусу Христу Во все дни жизни моей Ныне, всегда и во веки веков Аминь Аминь Святой Ангел Поставь мне влезти мою бедную душу И несчастную жизнь Не оставь меня грешного И не отступи от меня за него сдержанность мою Не дай возможности злому демону Починить меня себе посредством этого смертного тела Возьми крепко несчастную И опустившуюся мою руку И выведи меня на путь спасения О Святой Ангел Божий Хранитель и покровитель Бедному души и телу Прости мне все, чем я оскорбил Тебя Во все дни моей жизни И если я чем-то грешил прошедшую ночь Защити меня в настоящий день И сохрани меня От всякого искушения вражеского Чтобы мне не принять Бога никаким грехом И молись за меня, как Господу Чтобы Он утвердил меня в страхе своем И садил меня рабом Достойно своей милости Аминь Аминь Пресвятая Владычица моя Богородица Святыми Твоими и всесильными мольбами Отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего И ныне забвения Неразумия Нерадения И все скверные, лукавые И хульные помышления От несчастного моего сердца И от помраченного ума моего И погаси пламя страстей моих Ибо я нищ и слаб И избавь меня От многих губительных воспоминаний И намерений И освободи от всякого злого воздействия Ибо Ты благословен от всех родов И Твое причестное имя славится Во веки веков Аминь Аминь Молите Бога о нас Святые угодники Божии Игнатий, Владимир, Надежда, Любовь Ибо мы усердно к Вам прибегаем Скорым помощником Молитникам о душах наших Богородица Дева Радуйся Образдна Мария Господь с Тобою Благословен Ты в женах И благословен плод С чрева Твоего Яко родилась И Христа спас А Избавителя душам нашим Непобедимая божественная сила Честнага Животворящего Креста Господня Не остави нас грешных Уповающих на Тя Спаси, Господи, люди Твоя И благослови достояния Твое Победа на сопротивные дары Твое Сохраняя Крестом Твоим жительством Спаси, Господи Помилуй от самого духовного Родителя и Сродника Благодетелей Метрополитов Марка, Николая Агафангела, Стихона, Антония Священная Рея Акима, Павла Геннадия Сергия Иоанна, Михаила, Наума Кирилла, Вадима, Зосиму Владимира, Максима Андрея И Глебу не дай погибнуть Диаконов, Евгения, Александра Михаила, Андрея Епископа Максима Метрополита Сергия Патриарха Кирилла Франциска Корнили Александра Деодора Церкви Церкви Твоей Умудри их Издавать И соблюдать Добрые Законы Дабы дали Достойно Жить Людям Что было Еще Уделять Нуждающимся Преобразуй их Сердца В Духовное Коснись Владимира Михаила Жозепа Рамзана Владимира Александра Эрдогена И Амана И даруй Мир Израилю Россию Украине Сирии Белоруссии Карабаху Казахстану Канаде Где смуты Мятежи Этого Смутяна Алексея Укроти И все Сообщества Развеи Покажи им Тут Бездну Куда Не забрекают Людей Откуда Нет Выхода Слава Тебе Господи За тихую Мирную Ночь Что жизнь Нашу Продлил И разум Сохранил Дай нам Жаня Трудиться Обнаружить И умножить Наши таланты Дарованные Тобою И для всего Пошли нам Добрых Помощников Наставников Советников Да будет Благословен Этот день Которого Никогда Не было Во Вселенной И мы Совершенно Не знаем Что нас ожидает В нем Но надеемся На твою Милость И промысл Твой Ана Слава Тебе Христе Боже Наш Слава Тебе Сохрани Нас От нарушения Твоих Заповедей От Непосильных Искушений Научи Нас Во всем Доверяться Тебе Господи Ибо Верующих В Тебя Рожденных Свыше Исполняющих Твои Заповеди Ты назвал Святыми Избранными Помоги Нам Оправдать Эти Названия Чтобы День Прошел Нас Под водительством Духа Святого Слава Тебе Боже Наш Слава Тебе Господи Сохрани Наши Жилища И селения От пожара Воров Воров Нечистой Силы Благослови Живущих Андрея Игоря Владимиру Дай Веру Людмилу Владимира Любови Алексея Иосифа И прищи Доброжителей Благослови Александра, Александра, Сергея, Сергея, Анастасия, Евгения, уповаем на милость твою, слава тебе, Боже наш, от тяжкого недуга пьянства избави Павла, Михаила, Андрея, Владимира, и найди потерянного Александра, укажи, где он, Господи, и блуждающих Алексея и Сергея останови, да бы не обманывали себя и людей, И возли на угрозы, на все пакости, творимые недругами, и останови их потоки лжи, дай им страх твой, святой, и в судный день не помяни их безумия, и благосты и благодетели наших воздаем добром всей жизни и будущим, Елену, Елену, Людмилу, обрати Евгения, Наталью, Надежды, Юрию, Эдуард, да и помоги нам издать трехтомник Нового Завета, Толкование Блаженного Феофилакта, и чтобы мы не были обмануты здесь, кто будет издавать, что были людьми чистыми, честными, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, найди все наше родство, Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну, Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, и благосты, Господи, путешествующих, Раису, Льва, Виктора, Александра, и сохрани их по милости Твоей, посети, Господи, болящих, Помоги им перенести страдания невзропотно и пошли в исцеление Кирилла, Алексея, Сергея, Благостови, Антония, Геннадия, Надежду, Людмилу, Ольгу, Ирину, Благостови, Господи, Нианилу, Александру, Маргариту, Людмилу, Татьяну, Валентину. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни. По Твоему благоволению, Господи, все это может оказаться полезным для спасения нашей бессмертной души. Слава Тебе, Боже наш, сохрани, Господи, наши сокровища в интернете, и трудящихся на этом поприще, Игоря, Юрия, Благостови, Дмитрия, Виктора, Гавриила, Вячеслава, Владислава, Романа, Николая, Алексея, Гавриила. И обратите, Мафея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия, Валентина, Александра, Никиту, Марию. Аллилуйя! Воздаем милостью всем веке и в будущем тем, кто строил эти жилища и храмы, где мы находим утешение, покой и защиту от непогоды, от недобрых людей. Аллилуйя! Упокой, Господи, в обителях небесных, усопших отец и братьев наших, родителей, сродников, благодетелей, всех православных христиан. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. Прости им всякое согрешение, вольное и невольное, душам нашим полезное сотвори. И благослови, Господи, жилищами отремонтировать и жить в них, чтобы там собирались люди, как ангелы. Благослови Михаила, Елену, Романа, Екатерину. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя! Слава Вышних Богу на земле, мир в человеках благоволения. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и каноны Церкви, как на истину. Аллилуйя! И вечности воздай милостью Твоей всем, кто трудился над моей душой и возрастанием ее в Тебе. Мария, Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими. И покроем, оформляем людей от всего, что не славит Господа и от клеветников. Слава Тебе, Боже наш! Господи, воздай милостью всем, кто помогал нам совершить миссионерские путешествия. Скольких опасностей мы избегли. Благослови и воздай добро Николаю, Виктору, благослови Павлу, Зинаиду, Владимиру, Дмитрию, Надежду, Людмилу, Сергею, Науму, Валентину, Самиру. Самире и Тимуру, Росику, да истинную Христову веру. Дабы не верили, не лжа пророкам, не уклонились от Тебя. Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешне. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Прошу Тебя, добрый ангел мой, не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душу моим помытарством страшным и непонятным. И веди навеки вечное Царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, претеща Христова, моли Бога о нас, Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и помогать нуждающимся. И каждому, Господи, даруй доброе жилье и Сергею Гавриилову. Святитель Христов Никола Мирликинский чудотворец, образ крутости и воздержания, добрый архипастер, моли Бога о нас. Примет Господь твою молитву о нас и о живности нашей, через которую Господь облегчает наше пребывание. На этой земле ее доли печали. Святые пророки, молите Бога о нас. Не застав нас с неготовыми. Но чтобы мы вышли на встречу тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными елея добрых дел, с соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы и Петр и Павел, святые евангелисты, Матфея, Марк, Лука, Иоанн. Да дарует Господь нам жажду исследовать священное писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики! Игнатий Богоносец, Поликарп, Смельский, Юстин Философ, Космай, Дамьян, Андрей Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, сорок святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверия Антихриста на челу или правую руку. Господи, устраши правителей мира и священства, обманывающие людей, что будто бы от предсказанных тобою казней, грядущих на всю вселенную, можно избавиться какими-то сообществами, договорами, изобретениями, медициной. Все это дьявольская ложь. Ты сказал, что будут глады моры, землетрясения, войны, и восстанет брат на брата, народ на народ и царство на царство. И добавил, что всему надлежит быть, и это по любви Твоей, чтобы привести людей к раскаянию, к примирению с Тобою, Боже наш, на этой земле, ибо за гробом нет покаяния. Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Ян Златоусов, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Стефан Пермский, Серапим, Шаропский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним Стридонский и все переводчики священного писания. Молите Бога о нас, да укрепит и сохранит нас Господь в святой православной вере, А замысле ретиковых сектантов разрушу, развею и в ничто преврати. Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомущеница, Фатина Самарянина Феврония, Вера, Надежда, Любовь и Матери Софии, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перпетуре, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Присхила и Акила, Андроник и Юния, Иприяна Устина. Да дарует Господь женам и девам послушание, молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания и насилия, исправь непокоримость Галины, семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанны. Господи, благослови изъятых из семей, признанных на фронт, Никиту, Александра, Максима и готовых быть взятыми Иоанна, Георгия, чтобы они не стали убийцами, и там были светильниками, рожденными свыше людьми, прославляющими Тебя. И возврати их в целости и здравии. Во всем полагаемся на милость Твою, как Тебе угодно. Господи, посети томящихся в тюрьмах, лагерях, психиатрических темницах детей Твоих. Даруй им свободу Сергея, Дмитрия, Ильию. Хвала Тебя, наш Господь. Слава. Господи, прими нашу молитву воздияния рук, как жертву вечернюю благоухания, приятная перед престолом благодати Твоей, Божия. Соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Ты сотворил этот мир и сохраняешь его, как зиждитель. Ты, Бог, знающий все прежде бытия. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный. Ради голгофских страданий и пролитой крови Сына Твоего, Единородного Иисуса Христа, за нас грешных. Прими, исполни наши молитвы о всех заповедавших нам, молиться о них. Спаси их и помилуй. И о незаповедавших просим. Отверзли им двери покаяния. И за гробом нет примирения с Тобою. Тебе, Божья, хвала. Тебе слава. Тебе честь и поклонение за все Твои милости и щедроты. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Отец, Сын и Святой Дух. Порядок такой, что после утреннего моления, моление это в совокупности молитвы, а молитва это одна, когда после моления. Две наших дорогих сестры считают Новый Завет, Столкование Блаженного Фефилакта. Хапирина Валентина Сергеевна, Симоненко Ольга Николаевна. И после этого будет еще зачитывать брат Михаил Каримов проповедь. Итак, сестры, ваше время. Господи, Иисусе, отверсти уже буду смерть мою, чтобы мне услышать Твои слова и понять их и исполнить волю Твою. Послание филиппийцам, Святого Апостола Павла, 3 глава, 13 стих. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед. Толкование Блаженного Фефилакта. Так как прежде он много похвалил филиппийцев, теперь, смиряя их помыслы, он говорит, и я, учитель ваш, еще не считаю себя достигшим полного совершенства, подобно тому, как если бы кто о бегущем сказал, что он еще не пробежал всей дистанции. Как же он говорит в другом месте? Течение совершил. Второе послание Тимофея 4,7. Но это он сказал ввиду смерти. Делаю, говорит, одно. Стремлюсь к одному только, чтобы всегда двигаться вперед. Я забываю совершенные мной дела и оставляю их позади. И о них вовсе не вспоминаю. И таким образом стремлюсь вперед. К тому, чего у меня еще не достает. Потому что тот, кто думает, что совершил уже поприще, тот останавливается, как бы уже и все исполнил. Что же значит «простираясь»? Это значит стараться схватить что-нибудь, прежде чем достиг. Значит, упреждать ноги, хотя бегущие, остальным телом, наклоняясь вперед, что происходит от великого усердия. 14 стих. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Толкование. Я, говорит, бегу не бесцельно, но устремляю свой взор к цели. Какая же это цель? Почесть высшего звания, то есть нетленного, которое на небеса. Потому что подвиг происходит внизу, но венец вверху, во светлости святых. Ибо и царь, удостаивая подвижников большей почести, венчает их, призвав горнему. С целью показать, что все делается с помощью Христа, без которого и подвиг бывает неуспешен, говорит, во Христе Иисусе, то есть при его содействии. 15 стих. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Толкование. Что же такое это? То, чтобы забывать заднее. Свойство совершенного человека не считать себя совершенным. Потому что совершенство заключается в том, чтобы не полагаться на себя. Здесь Павел обнадеживает филиппийцев. Если, говорит, вы думаете, что все сделали, то Бог покажет вам, как неведущим должное. Это сказано о совершенстве жизни и о том, чтобы они не считали себя совершенными. 16 стих. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Толкование. Что, говорит, мы доселе сделали, того и должны держаться, то есть единомыслие и мира, и по тому правилу жить, то есть той же верой и для той же цели. Ибо правило не допускает ни прибавления, ни убавления. И так вы не приступайте к велению Святаго Духа. 17 стих. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Толкование. Выше он сказал, берегитесь псов. И таким образом отдалил филиппийцев от них. Теперь он приближает их к тем, которые ведут добрую жизнь. Ибо это и значит, смотрите, то есть обращайте внимание на них, и, видя в них первообраз, подражайте им. Как во мне имеете вы о образец, так и в них. Ибо он учил их не только словами, но и в своей жизни. И в поведении являл себя примером. В этом и состоит совершенное учение. Восемнадцатый стих. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова. Толкование. Восемнадцатый стих. Восемнадцатый стих. Потому что крест ищет души, готовые на смерть, жаждущие опасности. А они свободны от этого и живут совершенно противоположно всему. Если бы они любили крест, то любили бы жизнь крестоносную, то есть горькую. Неужели после этого мы не будем страшиться предмыслью, что тот, кто друг роскоши, земного спокойствия и безопасности, враг креста Христова. Телевятнадцатый стих. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном толковании. Потому что они служат Ему как Богу и всячески угождают Ему. Для одних Бог деньги, для других чрево. О них Павел говорит в другом месте. Будем есть и пить, ибо завтра умрем. Первое послание Коринфянам, 15-32. Вот новое идолослужение. Некоторые понимают это в обрезании, которое они считали славой, но которое на самом деле есть без слави. Но это неверно. Он через это показывает их неразумие. Ибо согрешающие должны бы стыдиться и скрываться, а они считают это для себя славой. Потому что Богом они имеют чрево, ничего не думая о духовном или небесном. 20 стих. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Итак, мы должны думать о Вышнем, должны стремиться к нашему Отечеству, где нам назначено жить. Так как Господь и Царь наш там, и оттуда мы ожидаем Его пришествия во славе Отца со святыми ангелами. Итак, и место, и лицо должны возбуждать нас, Вас к стыду. 21 стих. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силой, которую Он действует и покоряет себе все. Толкование блаженного Фефилакта. Многое теперь терпит наше тело, связывается, бичуется и подвергается бесчисленным бедствиям. Потому оно называется уничиженным телом, что подлежит тлению и разрушению. Но оно преобразится, то есть оставаясь тем же самым, облечется в нетлении. Потому что под преображением нужно разуметь освобождение от тления. Так как, говорит, тело наше сделалось подобным телу Христа через общение, страдания, то оно сделается таким же и в славе Его. Ах, что Он сказал! Наше тело будет сообразно тому телу, которому поклоняются ангелы, который сидит одесной Отца. Онному приславному телу будет подобно наше тело и так же прославится, как и оно. Итак, если и вся вселенная будет слезно оплакивать потерявших такую славу, оплачет ли она их достойно? Так как апостол сказал о великом и почти невероятном, то поэтому, говорит, не сомневайся, потому что он имеет силу, который совершает все и который покорил ангелов, архангелов и демонов. Поэтому, если он совершил столь великое, то тем более может совершить гораздо меньшее. Что же покорил? Кто же покорил? Некоторые говорят, что Бог Отец покорил Ему, то есть Христу, все. Но это не вытекает из предыдущего, потому что апостол не говорил выше об Отце. Итак, лучше разуметь это о Христе, который силой своей божественности покорил себе, то есть своему телу, все. Не будем бояться, что мы как бы разделяем Христа. Мы знаем Его единого даже в различии Его естеств. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, слави сами божественного Евангелия Твоего, и зверь благодать Твою в сердце мое, ко истреблению страстей и грехов моих, и даруй мне силу ко исправлению. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Спаси Христос, сестра. Слава Христу. Брат Михаил Карин.